Всем большой привет! Меня зовут Адалина, и в сегодняшнем видео у нас с вами пойдет речь о новой коллекции Makeup Revolution. Ну, как новая? Мне она пришла, наверное, месяца два назад. Я делала уже в своем инстаграме небольшой обзор, а теперь дошло время до ютуба. У нас здесь с вами есть два стика тональной основы, палетка хайлайтеров, палетка румян и палетка теней, состоящая из 32 оттенков. Бренд Makeup Revolution знаменит своими, не то чтобы подделками, но косметикой, которая очень похожа на знаменитые бренды, те же их палетки шоколад, либо их капельные хайлайтеры, которые очень похожи на Cover FX. В общем, давайте с вами приступим уже к обзору. У меня здесь два стика тональной основы F1 и F2. Я так полагаю, это оттенок потемнее и оттенок посветлее. Сейчас покажу поближе. На деле они мало чем отличаются, то есть буквально полтона. Я попробую нанести оттенок F2 на внешнюю часть лица и F1 на переднюю часть лица. Таким образом сделаю некое скульптурирование. Уберу волосы, чтобы они мне не мешали. Оттенок F1 нанесу на центральную часть лица. Как бы немного было. Есть, конечно, вероятность, что я слегка переборщила, но текстура очень сливочная. Наносишь ее и сразу она как масло по ощущению. Надеюсь, на камере это будет заметно. То есть, вот когда вы его наносите, прям она тает по консистенции. И у меня как раз сейчас есть что скрывать. Посмотрим, как она по покрытию себя ведет. Оттенок F2 нанесу уже на внешнюю часть лица. Я предполагаю, что покрывать хорошо будет, но стойкость будет при этом невысокая. В общем, давайте сейчас все посмотрим. Эту часть лица я, пожалуй, распределю с помощью спонжа. Посмотрим, как он его распределяет. Да, покрытие достаточно плотное, но на лице я практически не вижу разницы между этими двумя тональными основами. Запаха у них нет. Я ничего не чувствую на лице. Покрытие прям бабах. Все как я люблю. Я не за натурель больше, а за плотное покрытие, такое более съемочное, мне по душе больше. Так, ну что могу сказать. Спонжем очень хорошо распределяется. Сразу оттяну на шею, но лежит прямо масочкой. Но наверняка это просто я переборщила. Эту часть лица я предлагаю распределить с помощью синтетической кисточки. Посмотрим, как здесь будет работать. Нанесение кисти нравится мне значительно меньше, потому что прям остаются полосы. Но в принципе для синтетической кисточки это и ожидаемо. Единственное, я прям умею, особенно учитывая, что у меня сейчас на лице нет губ. Выглядит это максимально странно. С тоном я явно переборщила. Тон такой плотности, что даже и консилер не нужен. Чтобы какие-то нюансы перекрывать, он мне хорошо синячки скрыл. То есть консилер к такой тональной основе будет вам не нужен. Пока выглядит неплохо. Некоторые шелушения все-таки подчеркну. Но не критично. Нанесем румяна и хайлайтер, чтобы приобрести уже более такой человеческий вид. А я сейчас похожа прям на мумию. Начну, пожалуй, с хайлайтера. Вот в такой палетке. Здесь у нас преимущественно теплые оттенки. Это, конечно, неплохо, учитывая, что в преддверии у нас будет лето. Но для светленьких девочек не могу сказать, что это очень универсальная палетка. Для светлых девчонок она, скорее всего, не подойдет. Либо ждите, пока вы загорите. Либо это не ваш вариант. Я возьму вот этот цвет. И нанесу его на наивысшие точки. Да, даже на мне он достаточно желтый. Смешаю его, пожалуй, вот с этим розовым. Очень яркий цвет. Цвет самого хайлайтера. Не сияющийся. То есть вот здесь я прям вижу желтое пятно. Не знаю, как на камере передает это или нет. Но явно не для моей кожи. То есть моя кожа слишком светлая для этого хайлайтера. Точно светлым девочкам не подойдет. Да, вот здесь прям желтая буква S. Тон влажный. Чувствуется, что он не фиксируется. Его точно нужно будет припудривать. Потому что эта история в стиках всегда такая, что она потом будет оставаться на всех ваших телефонах. Нет, мне не нравится точно. Я даже не буду продолжать. Отложу, пожалуй, этот хайлайтер на лето. Возьму палетку румян. Здесь у нас с вами тоже есть такой сияющий оттенок. Я, пожалуй, его нанесу. Здесь тоже деликатного сияния вы, конечно, не получите. Но он уже более носибельный для светлокожих девочек. Да, он прям с розовым подтоном. Вот. Эта история мне нравится гораздо больше. Единственное, что переборщить с ним очень легко. Я вот подтушу его еще пальчиком. Достаточно крупные сияющие частички в нем. Текстуру кожи подчеркивает. Но для тех, кто любит сияние прям вот как из космоса, это, конечно, очень ваша история. Священная галочка над верхней губой для увеличения. И, пожалуй, нанесу еще во внутренний угол глазика для подсветки. И теперь возьму румяна. Я немножко их все между собой смешаю. И нанесу на яблочки. Я люблю такие оттенки румян. Более холодные, пыльно-розовые. Так что эта палетка точно в цель. Но единственный такой момент, что румяна распределяется не очень просто. На неприпудренную кожу, на свежий тон. Так что имейте в виду, наносите, берите прям совсем чуть-чуть. Потому что румяна достаточно пигментированы. С ними можно и переборщить. Что я, наверное, сейчас и сделала. Не знаю, как это выглядит на камере. Я могу приглашить спонжиком румяна свои. Но я люблю достаточно активный румянец. Меня это не смущает. Для тех, кто боится эффекта морфуши, будьте аккуратны. Далее перейдем с вами к палетке теней. Здесь 32 оттенка. И что по ним я могу сказать? Вот 32 оттенка достаточно немало. Но когда на нее смотришь, даже не знаешь, чем накраситься. Потому что они все как-то между собой похожи. Плюс-минус в полуоттенке растушевываются. На глазах сильной разницы вы не почувствуете. Касаемо темных оттенков, они сыпятся просто крах. Еще эти более-менее. То есть они больше пипулят, но не так сыпятся. Эти прямо сыпаются под глаза сильно. Нужно будет делать сначала макияж глаз. Затем уже делать тон. Потому что вы легко очень испортите свой макияж просто одним движением. Но давайте сегодня пройдемся с вами по классике. Я возьму вот такой оттенок для растушевки складки века. Какой это цвет? Я не могу вам сказать. Потому что здесь цветов нет. Здесь они не написаны тоже. Здесь была просто такая накладка, на которой было написано, как эти цвета называются. Которую я благополучно сразу же выкинула. А даже и не подумала об этом. То есть вот не очень это удобно, чтобы рассказывать, какие цвета ты берешь. Или просто посмотреть. Распределю его по складочке века. На неприпудренную кожу, на тон наносится достаточно плотно. Но растушевывается не так просто, как хотелось бы. Учитывая, что кисть у меня из белочки, а она растушевывает вообще все всегда шикарно. И просто здесь я прям чувствую, что мне нужны определенные усилия. Я небольшое количество набираю пигмента, начинаю распределять. И вот здесь образовывается маленькое пятнышко. Также этот цвет нанесу на нижнюю линию века. И соединю растушевку между собой. Я возьму оттенок потемней и нанесу его на складку века. Можно прям этой же кисточкой. Мягко распределяю от внешнего угла вовнутрь. И соединяю с предыдущим цветом. И плавно растушевываю между собой по границе. И также темный цвет ближе к ресничному краю нанесу. Капельку для углубления макияжа. Теперь из палетки возьму такой золотисто-бронзовый оттенок. И прям пальчиком нанесу его на первые две-третьи глаза. Кистью это точно будет плохо, потому что частички у него крупные. И это сразу вижу, даже не буду рисковать. Карандашей от Makeup Revolution у меня нет. Поэтому я возьму карандаш Vivienne Savo и прорисую все межресничное пространство. И также прокрашу нижнюю слизистую, заходя на межресничный край. И кисточкой подтушу. В общем, за кадром я закончила свой макияж. Вот что у нас получилось. Я добавила немного бровей и блеска для губ. Добавила из палетки хайлайтеров вот этот вот оттенок. Он мне нравится гораздо больше, как выглядят на глазах. Тени оказались не очень пигментированные. Но давайте обо всем по порядку. Что касается тонов. Цена этих тональных основ 575 рублей. То есть почти 600 рублей. Упаковка у них достаточно симпатичная. Текстура очень мягкая, сливочная, приятная. Распределяются хорошо. Но все на самом деле это перечеркивается. Просто одним видом тональной основы. На камере все выглядит достаточно лучше. В жизни все очень плохо. У меня забился тон в морщинке на лбу. Подчеркнусь абсолютно все шелушения. Даже тех, которых не было. У меня появилась текстура на коже. И тон проваливается в поры. В общем, касаемо этого тона, мое однозначное нет. Я не могу его рекомендовать. Для собственного применения это абсолютно точно нет. Потому что вы с ним намучаетесь. И он не очень хорошо выглядит. Он отпечатывается на телефоне. И вот одно прикосновение. Или где-то почесал. Все, тона уже нет. Зачем я это сделала, конечно. Но, в общем, чтобы вы вот видели. То есть вот здесь я немного потерла. И все, тона как не было. То есть это недолговечная история. За эту цену и даже дешевле в половину можно купить тональную основу гораздо лучшего качества. Гораздо лучше, который смотрится на лице. В общем, тона мое однозначное нет. Возможно, я смогу применить это в работе. Может быть, это какая-нибудь съемочная история. Потому что на камере смотрится достаточно неплохо. Но для себя мое однозначное нет. Что касается палеток хайлайтера и румян. Давайте начнем с хайлайтера. Текстура мне понравилась. Достаточно неплохо распределяется. Частички крупноваты. Но для тех, кто любит сияние, мне понравилось. На глазах отлично смотрится. Не для белоснежек, а уже даже достаточно для загорелой кожи. Если вы после Бали или еще какого-нибудь курорта отдыха, то эта история вам подойдет. Но это абсолютно не для холодных девушек, не для холодных типов нежности, не для светлокожих. Точно не для такой кожи, как у меня. Потому что вы могли видеть в нанесении, просто тут желтые полосы остаются. Но в целом упаковка здесь мне очень нравится. Вот что должна отметить, это ее внешний вид. Вблизи, надеюсь, это будет видно, выглядит все еще гораздо лучше. Сделано качественно. В общем, выглядит класс. Касаемо палетки румян, здесь уже все гораздо получше. Вот этот оттенок, он в качестве хайлайтера. Румяна, здесь такой спорный момент, потому что выглядят они на лице, плюс-минус одинаково. Но, в принципе, более яркие, можно сделать более приглушенные. Текстура приятная, распределяется хорошо, но на неприпудренное лицо, на свежий тон. Будьте аккуратны, потому что пигментация достаточно насыщенная. Вы можете с ним слегка переборщить. Касаемо теней. Что могу сказать? Тени достаточно пыльные. Многие из них осыпаются. Есть текстуры матовые, есть прям блестящие, есть перламутровые. Вот эти перламутры вообще никак не наносятся кистью. Вы можете нанести их исключительно пальчиком, как я делала в этом видео. Но текстура все равно недостаточно насыщенная. По крайней мере, не такая, как бы мне хотелось. Для визажистов этой истории однозначно нет. Для себя может быть. Но 32 оттенка из них половина, которые очень сильно похожи друг на друга. Нужно ли оно вам? Я так не думаю. Цена этой палетки 932 рубля. Что делает ее достаточно бюджетной. Но при этом не могу сказать, что она универсальная. И при этом, смотрите, еще вся уже залапанная упаковка. Ну, такая, средненькая. Очень похожи тени на китайские палетки, классические с Алиэкспрессом. Забыла сказать, вот эти вот две палеточки румян и хайлайтеров, их цена составляет 860 рублей. Это без учета скидки. Они продаются в золотом яблоке. Также их можно приобрести в магазинах Подружка. В общем, если вы хотите, то ловите на акциях, либо на каких-то дополнительных скидках. Я думаю, можно будет их приобрести дешевле. А на этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Если это так, то ставьте, пожалуйста, лайк или напишите мне в комментариях, есть ли у вас что-то из коллекции Makeup Revolution. Нравится оно или не нравится. А я всех целую. До встречи. Пока.